ДОСТИГАЯ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Шалом, Едидим! Едидим — это друзья на иврите. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Синтия Марджори. Мы сегодня начинаем новую серию программ «Призма вечности». Это та тема, которая меня буквально потрясает. Иногда Господь дает мне очень сильные темы, но это слово от Господа было очень глубоким. Мы поговорим о том, что очень многие в Царстве Божьем живут для этого мира. Они живут ради того, что можно получить от этой жизни. А Бог призывает нас подняться выше и осознать, что смысл не в этом мире, смысл вечности в Его Божьем Царстве. Мы были призваны жить для другой эры, для будущего, которое однажды наступит. Скажи, Синтия, а что ты думаешь об этом? Мне нравится название темы «Призма вечности». Мы все смотрим через какую-то призму, и нам нужно понять, как мы смотрим, через Божью призму или через призму этого мира. Что нас интересует, слава этого мира или слава Бога и Его вечного Царства, в которое мы все отправляемся. Вот в чем красота этого послания. Это будет очень глубоко, и Бог будет перенастраивать вашу жизнь. Бог желает, чтобы мы не искали удовлетворения в этом мире, понимая, что этот мир – это вовсе не наш дом. Баруха Шаам, благословенно имя Господа. Шалом Увраха, мира и благословений вам. Мы начинаем изучать новую тему, которую я назвал «Призма вечности». Отец, я молюсь о том, чтобы пока мы слушаем Твое Слово, Ты производил трансформацию наших душ. Пусть через силу Твоего Духа и через живое Слово Божие Ты поможешь нам жить в атмосфере вечности. Просим об этом для славы Твоей, Авва. Во имя Иешуаха Машеаха, и весь народ Божий доскажет на это «Аминь». Если Слово, которым я поделюсь сегодня, проникнет глубоко в ваше сердце, то оно изменит ваше мировоззрение и ваши отношения. Вы начнете воспринимать жизнь совершенно иначе. «Господь вложил это Слово в мое сердце, я молюсь о том, чтобы Он дал мне силы передать его вам так, чтобы оно изменило вас в образ Христа». Библия говорит нам так, каков Он, таковы и мы в этом мире. Итак, чтобы быть в этом мире таким же, как Иешуа, нам нужно думать так же, как думал Он. Отчасти это означает понимать реальность не только с точки зрения здесь и сейчас, но и с точки зрения вечности. Но что значит иметь перспективу вечности, что означает Слово «вечность»? «Вечность» — это Слово настолько глубокое и таинственное, к которому мы можем прикоснуться, но мы не можем понять его полностью, пока не встретимся лицом к лицу с Господом. Но мы начнем разбирать его, и сегодня я хотел бы начать с истории о том, что произошло в моей собственной жизни более 40 лет тому назад. Не буду пересказывать вам все, а лишь скажу, что 40 лет назад ко мне во сне пришел Сам Господь. После нашей с Ним встречи я все еще был во сне, но даже во сне, когда я осознал все то, что со мною произошло, я услышал голос Божий. Не в моих ушах, а в моем внутреннем человеке. Я имею в виду, что я отчетливо услышал Его голос. Я услышал Его. Итак, я сплю и вижу во сне вечность. Я не знал, что это такое, но во сне я понимал, что вижу вечность. После этого, когда я попросил Дух Божий войти и жить внутри меня, Господь сказал мне слово «вечность» своим слышимым голосом. Я задумался над этим. Слово «вечность» не так часто встречается в Библии. К примеру, в Писании сказано, что Он также вложил осознание вечности в сердца людей. Но при этом в Писании не так много мест, которые помогли бы нам понять, а что значат слова «вечный» или «вечность». зачастую люди думают, что вечность относится к времени, продолжительному периоду, который длится всегда. Но вечность — это больше, чем просто навсегда. Еще раз повторюсь, если я спрашиваю людей, что означает «вечность», они отвечают, что это то, что будет длиться всегда. Но это не совсем полное значение слова «вечность». «Вечность» существует за пределами времени. Ее нельзя измерить этим временем. Поэтому говорить, что «вечность» — это то, что длится всегда, это не полное определение. «Вечность» не только проникает сквозь время. В нее входит прошлое, настоящее и будущее. А еще «вечность» — это качество. Иисус говорил о «вечной жизни». Очевидно, что слова «вечный» и «вечность» связаны между собой. Иисус сказал, «Ведь вечная жизнь состоит в познании единственного истинного Бога и Иисуса Христа, которого Он послал». То есть, Иешуа определил «вечность» как состояние, в котором мы в единении с Богом. Когда мы в единении с Богом, живем с Ним и ходим с Ним, мы переживаем «вечность», потому что Бог вечный. У Него нет ни конца, ни начала. Он существует вне времени и вне пространства. Он полностью отличается от того, как мы привыкли думать. Нашим земным телам сложно это понять без обновления нашего разума. Если бы мы с вами, рожденные свыше, граждане Царства Божьего, жили в том измерении, в котором мы призваны жить, я имею в виду, чтобы мы жили в этом мире, но при этом были не от этого мира. Для этого нам нужно принять перспективу вечности, чтобы мы воспринимали то, что происходит здесь и сейчас. Все наши земные обстоятельства, все слова и все наши мысли через призму вечности. Это совершенно новый взгляд. Иметь перспективу вечности означает, что наш разум будет полностью перенастроен. До того, как мы родились свыше, я знаю, что фраза «рождение свыше» сразу же отключает некоторых людей. Они думают, что эта фраза относится к старомодной религии с определенным стилем и культурой, приверженцами которой являются только необразованные люди. Друзья, давайте отбросим эти мысли в сторону и не будем позволять мирской культуре определять, что значат библейские слова. Сам Иисус сказал, «Если не родишься свыше, не увидишь Царство Божие». Речь идет о рождении от Духа Божьего. Я хочу сказать, что когда мы принимаем Иешуа, а некоторые из вас примут его сегодня в конце нашей программы, когда вы принимаете Иешуа, вы принимаете дар вечной жизни, вы принимаете Духа Божьего. И через этот Дух, который внутри вас, и через обновление нашего разума, записанным Словом Божьим, и общением Духа Святого с нами, все меняется. Меняется наше мышление, и мы больше не воспринимаем жизнь только потому, что происходит сейчас. Мы получаем совершенно новый взгляд, новую перспективу, и понимаем, что то, что происходит сейчас, временно, это мимолетная иллюзия. Как говорит Писание, трава сохнет, цветы вянут, но Слово Господа пребывает вовеки. Мы переходим в новое измерение, и видим, что то, на что мы реагировали когда-то, не должно больше так сильно задевать нас, потому что это всего лишь временные и приходящие вещи. Теперь все это для нас не так и важно, потому что мы думаем о вечности. Павел сказал по этому поводу во втором послании Коринфянам такие слова. Это 4 глава 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание». То есть он говорит о временных обстоятельствах. Павел рассказывает, что в его жизни происходило очень много всего. Он был и в тюрьме, его били, гнали, отвергали. И этот список я могу продолжать дальше и дальше. Если бы он не знал Господа и не имел вечной перспективы, он мог бы считать себя жертвой. Но он не считает себя жертвой, потому что понимает, что это кратковременные легкие страдания, и они пройдут. И эти временные страдания не влияют на его представление о себе. «Эти временные легкие страдания не определяют мою жизнь, потому что я, гражданин вечности, эти временные страдания приносят мне вечную славу». То есть Павел не фокусировался на временном. Он не определял свою жизнь потому, что происходит сейчас. Вместо этого он воспринимал все, что происходило с ним тогда, тюрьму, избиения, пытки, стыд, отвержения и страдания, как что-то временное, что скоро закончится. И он понимал, что за эти временные страдания воплоти, его ждет вечная слава, слава из другого мира, слава от самого Бога, должна была излиться на него. «У Павла была перспектива вечности». А вот чему я пытаюсь подтолкнуть нас с вами. Нам нужно перестать толковать свою жизнь лишь потому, что происходит здесь и сейчас. Современные верующие так сильно сконцентрированы на современном мире. Они ищут принятие этого мира. А еще думают, что важно то, что здесь и сейчас. Но они упускают то, что действительно важно. На самом деле ценно. Павел говорит, «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Иными словами, эти временные страдания закончатся для меня чем-то большим, чем боль от этих страданий. Я хочу привести вам один очень хороший пример. Он не очень подходящий, но думаю, вы поймете, что я хочу этим сказать. Это похоже на спортсмен, который хочет получить олимпийскую медаль. Спортсмены, готовящиеся в олимпийских играх, проходят очень серьезные и изматывающие тренировки. Некоторые из них просыпаются в 4 часа утра. Да. Так рано. И тренируются по 9 часов в день. Да. Так много. Они подвергают свои тела невероятному напряжению. Тело страдает, напрягается, лишается сил. Это очень болезненно. Но они все равно делают это, потому что знают, что временная боль от тренировок и дисциплины не сравнится с тем чувством, когда они стоят на пьедестале с золотой медалью. Именно так и жил Павел. Он не считал, что его страдания и боль достойны сравнения с вечной славой, которая придет к нему, и с наградой, которая его ожидает в новой эре. Также и нам с вами нужно отказаться от мирского менталитета и не думать, что смысл только в том, что мы видим здесь. Нам нужно смотреть на жизнь с точки зрения вечности. Понимая, что этот мир вовсе не наш дом, он никогда не должен был быть нашим домом. Писание говорит, что мы в этом мире чужие и пришельцы, и нам нужно жить с мыслью о будущем, а не ценностями этого мира. Именно тогда мы сможем постичь, что же такое настоящая вечность. Когда люди в США слышат о колдовстве, это кажется им чем-то далеким. Они думают, что это суеверие, но побывав в разных странах Африки и на Кубе, я понимаю, что это реальность. Это прямо у тебя перед глазами, когда демоны начинают проявляться. Когда вы смотрите в глаза одержимого человека, у вас исчезают все сомнения по поводу того, что есть там демоны или нет. В глазах одержимых людей виден чистый ужас. Такое ощущение, что их глаза сфокусированы на другой сфере. Будто бы они смотрят фильм ужасов из другого измерения, и они не могут избавиться от этого чувства. Они сбиты с толком, они в ужасе, в самом настоящем. А затем вы приказываете тем духом выйти. Вы приказываете одержимому человеку во имя Иисуса посмотреть в ваши глаза. И когда он смотрит в ваши глаза, потому что глаза это окно души, в этот момент демоны вынуждены смотреть на дух Божий во мне или в другом верующем. И тогда они вынуждены бежать. Они бегут во имя Иисуса, и человек получает свободу. Весь тот ужас и замешательство покидает его, а потом Дух Святой наполняет их красотой Творца. Люди получают свободу. Давайте продолжим. Итак, Павел говорит, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вы это уловили? Павел говорит, что он не решает, что в его жизни реально, на основании того, что он видит. Я воспринимаю реальность не на основании видимых вещей, потому что то, что я вижу, временно. Видимый мир пройдет. Писание говорит, что все, что мы видим вокруг, сгорит. Мы еще дойдем с вами до этих мест Писания. Всему этому придет конец, и Бог создаст что-то совершенно новое. Но если мы живем ради того, что происходит в этом мире, если мы вкладываем свое сердце во временные вещи, то когда мир сгорит, мы будем уничтожены вместе с ним. Поэтому нам нужно переключить свой взгляд и спросить себя, чего Бог желает от меня, пока я хожу по этой земле. Как я могу жить в этом мире, понимая, что я не от этого мира? Иисус сказал, если бы вы были от мира, мир любил бы вас, но поскольку я избрал вас от мира, мир ненавидит вас. То есть, мы не должны считать этот мир своим домом. Писание говорит, что Моисей, вместо того, чтобы считаться сыном дочери фараона и унаследовать все богатства Египта, как принц, отказался от всего этого, потому что ждал города, чьим строителем и архитектором является Бог. Он искал небесного города. Он имел все, что может предложить этот мир, но для него все это не имело смысла. Он ждал вечного наследия от его Творца, а не от этого мира. Я понимаю, что некоторых из вас мои слова как сгуси вода. Своим разумом вы со мной согласны, но недостаточно лишь соглашаться с моими словами. Мне интересно, как то, что я говорю, отражается на вашей жизни. Как вечности, ваше восприятие этой вечности влияет на вашу жизнь сегодня. вы живете в пузыре и думаете только о себе и о своей семье? Вы думаете лишь о том, как наслаждаться жизнью? А Бог это всего лишь бесплатное приложение к вашей жизни? Вы считаете себя хорошим человеком, потому что ходите в церковь? Мы говорим совсем не об этом. Мы говорим о радикальной перенастройке, чтобы мы каждый день жили с осознанием вечности, и чтобы мы поняли, что мы не от этого мира, и этот мир не наш дом. Мы принадлежим Богу, и поэтому цель нашей жизни привязана к Нему, и каждый день мы должны побеждать. А что же это все означает? Я имею в виду личную трансформацию. Каждый день мы сталкиваемся с силами тьмы, и мы воюем с ними, чтобы победить нашу старую природу, похоть отчей, похоть плоти и гордость житейскую. Мы должны побеждать все это и все больше обновлять свой разум силой грядущего века. А еще мы должны нести Божий свет другим. Но как мы можем принести реальность вечности и грядущего века другим, если мы сами не захвачены этим, если мы не забеременеем этим духом вечности, если вечность не станет для нас реальностью, то как мы сможем донести до других реальность второго пришествия Иисуса Христа? Я хочу предостеречь вас. Многие сейчас говорят, да-да, мне все понятно, но на самом деле это не так. Посмотрите на свою жизнь, как вы живете, что вы делаете со своими деньгами, со своими талантами, сколько времени вы отдаете Богу для своей трансформации, сколько времени мы проводим с Ним, сколько времени мы читаем христианскую литературу. Читать христианскую литературу важно. Когда у Иоанна было видение, которое легло в основу книги Откровения, когда ангел пришел к Иоанну, он сказал ему, пиши, пиши, то есть Господь говорит, записывай то, что я тебе говорю. Бог всегда общался со своими людьми через священное письмо. Вопрос не в том, что вы в это верите, а в том, как это влияет на вашу жизнь, как это отражается на том, как вы живете, как это сказывается на ваших отношениях с женой, мужем, детьми, друзьями, соседями, как это влияет на ваш образ жизни и на ваши приоритеты, что у вас на первом месте. Если вы действительно так живете, то вы должны получать отдачу от этого мира, потому что сам Иисус сказал, что те, кто хотят жить благочестиво, должны ждать преследования. А почему так? Потому что те, кто живут с осознанием грядущего века, с осознанием вечности, движутся по другой траектории, чем те, кто живут лишь этим миром. Друзья, я очень хочу, чтобы вы это поняли и осознали. Мы будем говорить об этом так долго, как понадобится, чтобы полностью измениться и перенастроиться так, дабы эти изменения стали очевидны всем вокруг. А самое главное, Богу, мы не от этого мира, мы граждане Царства Небесного, и мы живем силой грядущего века, ожидая славы Иешуа. Итак, чтобы быть в этом мире такими же, как Иешуа, нам нужно думать так же, как думал Он. Отчасти, это означает понимать реальность не только с точки зрения здесь и сейчас, но с точки зрения вечности. В книге числа 6 главе Бог сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них, и я благословлю их, поэтому сейчас принимайте Божие благословения. Иешуа да благословит вас Господь, Бог и Свои Израиля и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и дарует вам мир, как своему любимому ребенку. Божиих благословений и шалом. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца моего небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вы шлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Из следующего выпуска вы узнаете, что Бог призывает вас в более высокое измерение. Присоединяйтесь к Равину Шнайдеру и вы узнаете, как жить не сегодняшним днем, а думая о вечности. Друзья, хочу сразу перейти к делу. Хочу попросить вас стать партнерами служения «Узнавая еврейского Иисуса». Иоанн писал о том, чтобы Церковь поддерживала тех, кто верно провозглашает истину Евангелия. Если вы смотрите эту программу, то знайте, что неделя за неделей я делаю все, чтобы быть верным Слову Божьему, следовать Его призванию, созидая Его Церковь и прославляя Его имя. Если вы еще не являетесь нашим партнером, то я прошу вас помолиться об этом решении и дать ответ Господу. Пусть Господь благословит вас. Шалом, возлюбленные! Хочу призвать вас быть честными с самими собою перед Господом. Многие из нас подчинили Ему разные сферы нашей жизни, но есть еще сфера, не подчиненная Богу. Помню, когда я был в школе, нам дали микроскопы и попросили рассмотреть что-то на слайде. Вначале ничего не было вида, но когда мы настроили линзу и мощность, мы вдруг увидели на этом слайде маленькие живые организмы. Для меня понадобилось усиление в виде линзы, чтобы мы смогли что-то увидеть. Некоторые из вас чувствуют сейчас обличение Святого Духа насчет ваших финансов. Он включил свое увеличительное стекло и показывает нам, что мы должны подчиниться Господу и доверить Ему свои финансы. «Пока мы на этой земле, мы можем делать добро, и все мы должны сеять в Царство Божие и в распространение Евангелия». Если вы искренне верите в это служение, что оно от Бога, то посейте в нас, и Бог обязательно вознаградит вас за это. Если вы хотите отправить пожертвование или стать нашим партнером, то вы можете сделать это по адресу, который видите на экране. Звоните по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС со словом «Равин» на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Ваш дар приносит спасение, исцеление и освобождение Израилю и всему миру через телевидение, интернет и евангелизационные крусейды. Многие из нас благословляют Господа своими финансами на земле. Но если вы хотите делать это, даже находясь на небе, зайдите по ссылке «Завещание» на нашем веб-сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.